Вот что мы делаем. Это что дочери делают. Потому что что-то есть внутри их. Вот они снова. Они одели свои свадебные фату, и они держат друг друга за руки. Они одеваются. Они приходят в мой офис, что в моем подвале находится. Стучат в мою дверь. Заходят, и я делаю, что должны отцы делать. Они оделись. И они всегда приходят в мой офис. Они там не остаются наверху, одетыми. Всегда они в это время игры, они приходят в мой офис. Они приходят в мой офис по одной причине. По той же причине, что машина едет на бензо-заколонку. Получить топливо им нужно для их жизни. Это правда, истина, созданная Богом. Миловидность обманчива, красота суетна. Маленькая дочь, которая находится в семье, богобоязненной семье, благочестивой семье. И маленькая дочь в богобоязненной семье с богобоязненным папой будет получать похвалу. Каждый день. Достойно похвалы. Поэтому они приходят. О, Мэгги, Маргарита. О, Мэгги, Маргарита. Очень красивая принцесса Иисуса. Очень прекрасная глаза. О, очень прекрасная олипка. О, Маргарита. Она говорит. Ракела, прямо behind. Красивые красные волосы. О, Рейчел. Парик, наверное. О, прекрасная олипка. Потому что они отличаются друг от друга. Они никогда не входят в мой офис вот таким образом. Привет, папа. Привет, папа. Привет. Никогда. Никогда они так не приходят в мой офис. Никогда они так не приходят. Это поведение они научились. Это можно научиться. Это знак тьмы. Отпечаток. Из-за ран. Из-за глубочайшего желания быть любимой и быть оцененной. И я верю всем своим сердцем, что Церковь Иисуса Христа должна быть самым безопасным местом на земле. Для наших дочерей, жен, матерей, сестер. Существует пять видов женщин в Библии. Пять видов женщин в Библии. Сестра. Сестра к саму брату. Свобода быть сестрой. Общаться. Взаимодействовать. Они... И также они дочери для более старших мужчин, для более старших женщин. Они могут быть дочерьми. Они мать... Есть матери для молодого поколения. В их чистоте. Существует жена для одного мужа. И затем есть странная женщина. Вы читаете о ней в притчах тоже об этой блуднице, соблазнительнице. Пять видов женщин. И я верю, что мы хотим четыре определения иметь. Некоторые молодые девушки, послушайте, никогда у них не было шанса быть дочерью. У них никогда не было шанса быть сестрой. У них никогда не было шанса. Они всегда должны были быть женщиной. с тех пор, как они стали девушкой молодой. Этот был образ у них. Я верю, что есть свобода в Иисусе Христе, в Царстве Божьем, что мы прозглашаем. И мы одеваем мантию дочери, мантию сестры, одеяние матери на наших женщин в Царстве Божьем. Настоящая свобода. Истинная свобода. Я еще закончу мои роли как отца. Три вещи, которые делает отец. Слова благословения. Второе. Прикосновение благословения. Прикосновение благословения. Прикосновение благословения. Когда отец прикасается или обнимает своим несексуальным прикосновением, отцовским несексуальным прикосновением говорит то же, говорит то же, что его слова просто это невербально проявление того же, что он сказал словами. Ты особенная, ты важна, ты ценна. Я люблю, как ты танцуешь, как ты раскрасываешь, раскрашки, как ты улыбаешься. Все равно. Видели ли вы маленькую девочку, когда папа говорит с ней? И она просто... Видели ли вы это, наблюдали? Вы можете ее сердце почувствовать, и вы благословляете, и она просто... Вы это видите, это не изменяется. только из-за того, что она повзрослела. Мы думаем, дочери взрослеют, им больше ничего не надо. Мы когда женимся на нашей жене, и потом мы говорим ей, я тебя люблю. Тридцать лет спустя она говорит ему, ты мне никогда не говоришь, ты меня любишь. Я же тебе тридцать лет сказал назад, что я тебя люблю, и что, я изменил свое мнение? Вы каждый день это провозглашаете. Снова и снова. Кто-то из вас скажет, украинская культура другая. Послушайте, американская культура тоже другая. А я говорю о культуре Царства Божьего. Все мы должны принять решение. И сначала, вначале я гражданин Царства Небесного, а во-вторых, гражданин Украины. Во-первых, я муж Царства Божьего, и во-вторых, я американец. Если американская культура говорит, что отцы молчат, если американская культура говорит, что отцы должны быть мускулистами, тогда я говорю, забудьте это. Потому что отцы нежные. Они сильные, смелые. Они служат, они работают усердно, но они нежные. И они говорят слова благословения. Они выражают свое сердце. Они разрушают этот барьер звуковой. И они прикасаются бисексуально. И третья сфера, они уделяют свое внимание, свое время. Отдать свое время. Они берут свою принцессу и идут на прогулку. Идут, купят мороженое. Пойдут в парк. Они проводят время со своими маленькими девочками. И в нашем доме то же самое происходит. Слышали вы такое выражение? Съедаешь одно яблоко в день, и доктор к вам не придет. Слышали такое выражение? Английское выражение. Я новое выражение придумал. Объятие в один день для дочери. Один день. Один раз обнимешь в день. Удерживает плохих парней бойсов где-то далеко. Это так? Это правда? Если дочь каждый день в своей жизни принимает соответственное внимание от своих отцов, он благословляет ее, он говорит ей слова благословения, он обнимает ее каждый день. Что происходит? Ее сердце наполнено. 15 лет спустя она идет по улице. Проезжает мимо парень в машине. Эй, детка, эй, иди сюда! Она останавливается. Она смотрит. Ты что, меня зовешь? Ну, знаешь, мне это не так не надо, потому что мой папа заполнил мое сердце. Ты чудак, ты даже моего отца не напоминаешь. Не похож на моего отца. Еще что я хочу сказать. Есть много дочерей в церкви, у которых нет папы. Одинокие матери и молодые дочери. И мы верим обетованию Божьему, что Бог одиноких вводит в дом. И мой дом в Америке. И рядом с нашим домом есть небольшая квартира. И одинокие матери одинокая мать живет там со своим маленьким мальчиком. И я отец для этой одинокой матери. И я как баб, дедушка для ее мальчика. Потому что Бог привел эту семью в нашу семью. Они были одинокими. Я верю, что церковь изменяется Богом. И вот откровение, которое я хочу, чтобы вы увидели. Кто из вас слышал об Исфире? Какая хорошая история в Исфире. Исфирь была сиротой. Исфирь была сиротой. Мы всегда говорим, о, для такого времени, как это. Если я погибну, я погибну. Но мы забываем одно. что однажды в своей жизни Исфирь была. У нее произошла трагедия в жизни. И послушайте меня. Большая трагедия произошла в ее жизни. Она видела смерть своих родителей, своего папы и мамы. Никаких больниц не было. И отец и мать умерли. Затем ее забрал какой-то дальний родственник. Мордахей. И она должна была научиться научиться отдавать свое сердце принятому духовному отцу принимать любовь, которая нуждалась от него, как дочь. Она должна была открыть свое сердце и сказать, Господь, дай мне, дай мне. Он говорит, Он дает одиноким дом. Я буду отцом для тех, у которых нет отца. И тело Христова. В теле Христовом. Я думаю, что Мордахей очень серьезно относится к своему заданию. Он стал любящим, духовным отцом для Эстер. Он любил ее, благословил ее, он ценил ее, благословлял ее. Я верю, что прикосновение благословения он давал ей. И внимание. Поэтому, когда она стала царицей, ей не надо было, не обязательно было быть царицей. Она уже была царицей в своем доме. В ней было так много безопасности и так много благословения от своего папы Мордахея. Она была красива внутри. Внутри это села, снаружи. Я не верю, что царь спал с ней. Я верю, что, когда царь увидел, когда она входила, он увидел дочь. И она, он говорит, ты — это одна. Он увидел этот дух, этот облик, этот вид, ее уверенность, эту душу ее. Красота, которая родилась из страдания, потери ее родителей. И также красота, рожденная от усыновления ее духовным отцом. И также посвящение, освящение Божьими стандартами. Создали настоящую красоту в ней. Это символ для церкви. И также это история для каждой дочери. Я верю, что Бог поднимает Дух Мордахея. И пастор Валентин и Татьяна молятся, просят Бога, дай Дух Мордахея нашим мужчинам, которые любят своих семьи, о чем мы говорим, и которые расширят свое сердце. И также они в сердце в свое включат одиноких матерей или же дочерей без отцов, чтобы быть благословением для них, чтобы создавать атмосферу. И Бог, чтобы произрастил этот Дух Мордахея. Возможно, вы дочь, которая 30 лет, 35 лет, я верю, что Бог хочет дать вам такие отношения, которые будут благословением для вас, соответствующие, чистые взаимоотношения с духовными отцами, духовными дедушками, духовными дядями, с пасторами, как Бог оставляет их. Что я делаю еще с моими дочерями? Я им говорю, я долго говорю с вами, мужчины, потому что я хочу, чтобы вы поняли силу отца. Придет Дух Елисея, Ильи, и он восстановит сердца отцов к их детям, обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам. Если этого не произойдет, он говорит, то придет проклятие на землю. Это проклятие мы видим в Украине. Это часть проклятия, о котором мы говорили уже. Часть проклятия, что мы видим в Америке. Безотцовское поколение, поколение без отца, поколение без отца, поколение без отца. Молодые парни, которые не знают, как правильно относиться к девушкам. И опустошенные сердца дочерей, которые хотят получить любовь. И это повторяется цикл цикл греха за циклом греха. И Бог говорит, мой дух будет двигаться. И одно из самых основных отметок настоящего духовного пробуждения это не просто, когда люди падают, не только, когда люди падают, но когда происходит восстановление семей. И когда у отцов их сердца обращены к детям. И сила присутствия Божьего на служениях. Не только на служениях, но и в середине недели, когда отец нежно говорит. Папа уделяет время. Для некоторых из вас, мужчин, может быть трудно сказать, говорить слова. У меня есть хорошая идея. Возьмите некоторое время и напишите письмо каждому своему ребенку, детей, даже вашей жене. И затем читайте это письмо. Может быть, это будет легче. Проведите особенный вечер. Вы же проводите шаббат. Вы же учитесь благословлять. Я верю, что если потенциал этот высвободится по всей Украине, то это может начаться с мессианских и еврейских общин. Поскольку вы растете на основании еврейских традиций, когда мужчина пророчествует богословение, занимает свое место и произносят слова благословения. Я говорю, «Больше, делайте больше, это чаще». И вот как Бог создал это. Маленькая девочка, прежде чем она становится сексуальной, она маленькая личность, она не сексуальна. Она женского рода еще. В это время отец благословляет ее. О, такая особенная. Он создает ее личность, которая никакого отношения не имеет к ее сексуальности. Это имеет отношение к ее личности, поэтому она вырастает из маленькой девочки. Затем, когда она вырастает из маленькой девочки молодую девушку, и она становится сексуальной, тогда эта новая часть ее личности соединяется с ее уже установившейся личностью. и у нее не возникает искушения создать новый образ, принять новый образ. Нет искушения создать новый образ, основной образ, отождествление. Но новый появившийся сексуальный образ, отождествление, это становится уже частью ее личности, которая сформировалась. Это Божий способ. Это происходит с отцами, с духовными, мордахеями, с благочестивыми дядями, с дедушками, которые разрушают этот дух тьмы. И Отец делает это словами благословения, и прикосновения благословения, и также дух внимания, уделяйте время пойти на прогулку в парк, или покататься на велосипеде, читать книгу. Вы входите в мир своего ребенка. Я еще хочу добавить о сыновьях. Сыновья ожидают отца, что тебе скажут, я горжусь тобой. Почему так много алкоголиков? Почему так много работоголиков? Почему так много тех спорто-голиков? Машина-голиков, машины, инвест-голики, и даже служение-голики, служители-голики. Даже русским пасторам я говорил, когда был в России, я говорю, не обменивайте чашку с водкой на кафедру. лучше проведите время со своей семьей. Не обменивайте одно пристрастие на другое пристрастие к служению. Я думаю, почему так много людей такие, как бы, дживен, 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 то есть они их постоянно тянет к действию. Намагниченные такие, наэлектризованные. и многие мужчины ожидают благословения, которого они не получили от отцов. Они ищут кого-то в какой-то своей сфере, своей жизни, которые бы сказали им, «Вау! Ты так это хорошо делаешь! Просто фантастика!» Они ожидают этого благословения. То же самое, маленький мальчик в каждом мужчине стоит и ждет, что кто-то почтит его. И самая большая вещь, что вы можете сделать сыну, посмотреть ему в глаза, будь ему 45 лет или 2 года ему или где-то посередине, вы смотрите ему в глаза и вы говорите, «Я горжусь тобой! Я верю в тебя! Я с тобой! Я помогу тебе достигнуть успеха! Я горжусь тобой! Вот это его топливо для жизни! Это часть почтения, в которой он нуждается! И если вы ободряете, он ободряет, он укрепляет его! И это поможет ему бороться против сил тьмы и также духами ада, которые хотят уничтожить народ. И как христианскому лидеру он будет смелым, смелым в теле Христовом, сказать, «Нет тьме!» И да Богу! Это самое важное, что вы можете сделать. И прикосновение благословения и время это созидает их жизнь. Мы говорили о сердце дочери, о роли мужчины. И снова еще повторю. Бог создал дочь. Она была создана Богом для безопасности, для уверенности, для охраны, для постоянства и посвящения. Сексуально она вовлекается в отношения с мужчиной, не ради сексуального опыта. И использует она сексуальный опыт, чтобы соединиться с ним, чтобы создать постоянные отношения. Если я дам ему, что он хочет, может быть, он останется со мной. Это ее желание безопасности. Самая глубочайшая нужда в ее сердце. Бог знал это. И Бог сказал, «Я создам брак». Брак, когда мужчина говорит, «Я обверяю себя тебе, посвящаю, прежде чем я прикоснусь к тебе. Почему Бог просит молодых парней ходить в чистоте до их брака? Со многими молодыми парнями, христианами я говорил. И вот какое их отношение. Я просто подожду. Я буду бороться с этим. Я буду ждать, пока я женюсь. Потому что потом, когда я женюсь, все, гуляй по полной. Весь секс, когда я хочу, что я хочу, это они так думают. Я говорю, «Извините меня, молодой человек». Можно я проткну, ваш твой шарик. Почему Бог просит вас, молодых парней, в соответствии с его стандартами, практиковать самоконтроль сексуально со временем того, когда он тинейджер, подросток, и до тех пор, пока он женится. Только когда он женится, и то есть он свой выключатель выбрасывает и говорит, что все, мне больше не надо самоконтроль. Бог не так действует. Почему Бог просит молодых людей ходить в самоконтроле, в воздержании? Потому что ему надо будет жить в воздержании, самоконтроле всю свою жизнь. Ему надо будет воздержание, самоконтроле после брака. И даже сердце Божье в отношении молодых парней, что Бог будет управлять его сексуальностью, Божьей благодатью, и что сексуальность не будет управлять им. Допустим, я еду в Украину в эту поездку, десять дней меня нет. Я возвращаюсь, я хочу видеть мою жену и крепко поцеловаться. Вы понимаете. Я возвращаюсь домой и, допустим, происходит жена моей матери у нее был инсульт там в больнице и, возможно, она не выживет. И что происходит? Моя жена не готова дать мне большой поцелуй. Это самое далеко, что стоит в ее уме. Потому что сердце моей жены там находится с ее матерью. Так создана женщина. Что-то трагичное произошло с ее детьми, то ее сердце будет с детьми, а не со мной. вот как Бог создал сердце дочери. Поэтому что мне делать? Я приезжаю домой, я просто свирепаюсь, расфирепею, я бьюсь в стенку, я выбрасываю собаку, ударяю, я ругаюсь матом, выхожу на улицу, все разбиваю. Вот это я разве делаю в качестве христианина? Допустим, у меня есть банковский счет самоконтроля, и этот банковский счет у меня есть, я вкладывал в него с тех пор, как я был молод. И, допустим, в тот момент я сделал, как бы снял со счета, я бегу к зеркалу, я стою перед зеркалом, я указываю, я говорю, ты не умрешь. Я стою перед зеркалом, я говорю зеркалу, ты не умрешь. Можете ли вы, мужчины, сказать это? Я не умру. Скажите это, я не умру. Вы, как бы, снимаете самоконтроль с этого счета, и вы решаете благословить свою жена, утешить ее, благословить ее, служить ей, молиться за нее. И не требуйте от нее чего-то, потому что вы шмак. Вы are a godly man. Everybody say schmuck. You're not a schmuck. Let's don't lose it. We're losing it. We're losing it. Let's don't lose it. Stay with it. You understand? Короче, slope. В английском такого человека называют slope. I just want you to understand. Я хочу, чтобы вы поняли. See, one of the things that's warring against men воюет против мужчин и их понимания сексуальности, то, что мы сократили интимность только до сексуальной интимности. Поэтому мужчины думают, не верят лжи, и думают, что мужчины созданы для интимности тела, души и духа. И мир говорит мужчине, интимность это только чувство физическое. Поэтому мужчина преследует физическое. И все физическое. И если дочь не удовлетворяет их, он думает, все это трюки. Все это Космополитен нужно. А ну, дайте мне последний выпуск Космополитена, потому что там все уловки, находятся. И мы сократили сексуальность до всех трюков, всех способов в физическом мире. И у мужчин нет единства души и также единства духа, того, что должно быть, чтобы чувствовать интимость. Иначе, иначе же, тогда мафия идут с двумя проститутками по обеей руки, они были бы счастливы. Самые счастливые мужчины на земле. У них вся сексуальность, которую только можно взять. Они не счастливы, они не наполнены, не удовлетворены. Одну женщину за второй меня, за третью, четвертую. поскольку интимность, они свели к физическому. Это одна из, это ложь врага. Враг говорит, секс это только физическое, но Бог по-другому это видит. Когда у Адама были отношения с Евой в бытие, то слово, которое он использовал, Адам познал Еву. Это значит единство духа, души и тела. Всякий раз, когда говорят о сексуальности Библии, за пределами Божьего завета, и всякий раз говорят, он лег с ней. Просто физический акт. Секс с проститутками, секс при любодеянии, секс при изнасиловании, секс с храмовыми проститутками, секс с мертвым телом, секс с животными, все возможные виды развращения. Он лег с ней. Просто физическое. Никакой интимности. Мужчина, Бог создал вас для интимности. Когда мужчина живет с женщиной, без посвящения ей в браке, то она боится. И она не может отдать свое сердце и свой дух ему. Он не чувствует ее духа и ее души. Поэтому у него нет интимности. И никогда не находят того, чего ищут. Он думает, что это что-то более физическое. Может быть, другая женщина будет знать все трюки. Он не понимает, что он теряет, упускает духовную интимность и душевную интимность. Еще об одном мы поговорим. И затем мы будем молиться. Я хочу посмотреть Луки, седьмая глава. Это красивая иллюстрация Иисуса. Мы говорили о Ветхом Завете, потом о Новом Завете. Мне нравится иллюстрация Иисуса с женщиной, которую назвали аморальной. Помните историю Иисуса, женщину у колодца. Иоанна, восьмая глава, женщину берут при любодеянии. И вы видите этот образ Иисуса, и вы видите разбитое сердце дочери, у которой нет прошлого, и она чувствует вину, которая несет на себе вину, стыд. И вы видите Иисуса с этими женщинами. И это нежность его, и его любовь, его сострадание, и Дух Небесного Отца через Иисуса виден, который прикасается к драгоценному сердцу дочери. Каждый момент, каждый раз, когда он встречается с ними, он как будто говорит ей, «Ты важна для меня, я восстановлю тебя, я сделаю тебя новой». И печаль закончится, и страх прекратится, и кошмар остановится, и все может измениться. Каждую секунду, как бы он говорит это. Или же другим самым, «Я люблю тебя». Он стандарты свои не уменьшает. Он не говорит, «О, дочь!» Но ты же должна как-то свою любовь найти. Делай, что хочешь, делай. Он никогда стандарты свои не опускает. И никогда не дает разрешения, чтобы его закон был разрушен. Всегда его закон в высоте, и всегда он сострадает. Удивительное сострадание Иисуса. Это удивительная картина мужчины. Эти картины, эти примеры сокрушенных дочерей. Это не просто история Иисуса и аморальность человека. Он хочет, чтобы мы поняли нашу роль. Он учит мужчин об аморальности, о их собственной аморальности. Он пытается донести мужчинам откровение о сердце дочери. И его пример то, как взаимодействует с этими женщинами. Этот пример должен быть для вас. И у вас должно быть понимание, что происходит в разуме Иисуса. Он понимал сердце дочери. И он понимал культурное влияние и давление на сердце ее. И Иисус понимал демоническое давление на сердце дочери. Поэтому та вся встреча с женщиной это проявление, это пример нам, чтобы мы проникли внутрь сердца дочери и поняли его сострадания, поняли его откровения, чтобы мы стали подлинными мужчинами, и чтобы мы поняли сердце дочери, и чтобы мы поняли ненависть дьявола к сердцу дочери, чтобы мы поняли демоническое давление в культуре, которое поклоняется сексуальности, и как это давление влияет на наших дочерей, сестер, жен, матерей. И я снова и снова повторяю это вам, мужчины. Я хочу, чтобы у вас было такое откровение. Поэтому вот Иисус в Луке 7 главе он трапезничает, и Мария Магдалена приходит к нему. И там говорится, она хрешница. Такая красивая картина. Иисус кушает, он кушает, и что эта дочь приходит к нему. Давайте прочтем. Мы прочтем, затем будем молиться. И попросим Дух Божий прийти, чтобы было исцеление и восстановление, чтобы атмосфера стала святым местом. 36 стих. Некто из фарисеев просил Его вкусить с Ним пищи. И Он вошед в дом фарисея, возлег. 37-й. И вот женщина того города, которая была грешницей. Узнавшись, что Он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром. Позади у ног Его и плача начала обливать ноги Его слезами, отирать волосами головы своей, целовала ноги Его и мазала миром. Очень интересная картина. Это не свидание, как бы не встреча для консультирования. Это присутствие Бога, святое присутствие Бога, который знает сердце дочери лучше, чем любой дух на всем лице земли. И приходит в сердце дочери и находит облегчение. Все бремя, вся печаль. Я спросил Бога об этом алавастровом сосуде. Она пришла с алавастровым сосудом. Что это такое? И Господь говорит мне два различных вещи. Возможно, там в этом сосуде были дар родителям ее мужа в день свадьбы. Парфюмерия. Благовония. Традиционно дар нужно было дать родителям мужа. Поэтому, вместо того, чтобы принести дар родителям своего мужа, символически она говорит вот что. Я никогда не выйду замуж. моя репутация уже всем известна. Я полностью разрушена. И на мне пятна. Пятно. Никакой мужчина в этом районе не захочет меня. Поэтому, Господь, сегодня я отдаю этот мой подарок родителям Тебе. И даю небесному Отцу этот дар. еврейская женщина никогда не распускала волосы публично. Только один день в своей жизни. На свою свадьбу. И мы видим эту дочь в этот день. Она распускает свои волосы. Она говорит, я женюсь на Тебе, Иисус. Выхожу замуж за Тебя. Иисус, я больше не смотрю к мужчинам ниже восполнить мои потребности. Я ожидаю от Тебя, папа. Ты восполни мои первоначальные нужды. Я выхожу замуж, сочетаюсь с Тобой. Я сочетаюсь с Тобой, Иисус, сегодня. Я пыталась с одним мужчином, с не будущим мужчиной. Я осталась разрушена, сокрушена, пустая. без какой-то надежды. Ничего у меня нет дать Тебе, а только это. Это такой красивый образ. Еще второй вариант, что мог быть, который мог произойти. Возможно, это было менее ценное благовоние, которые использовали проститутки, чтобы намазывать свое тело и постель свою. Мы можем читать в Библии как у мастилок мастями свою спальню, блудница, и, возможно, это менее ценное благовоние. Она приходит и говорит, Господь, я приношу то, что я использую как проститутка, это символизирует все, что я ненавижу в себе, это символизирует все мое прошлое, это символизирует мой стейт, это символизирует все то, что я не хочу, чтобы вы вообще знали обо мне. Это символизирует все, что я скрывала от всех всю мою жизнь. Это символизирует то, о чем я никому не говорила, чем я вообще занималась. И сегодня я приношу это тебе, Господь. Это мой стыд, это мое мучение, это моя вина, это мое недостоинство, это моя самоненависть, это мой страх, это моя печаль, это моя потеря. Папа, можешь ты омыть меня? Знаете, что мне нравится? Мы думаем, поклонение это вот что. Когда мы поем нашу любимую псалом, песню, стоим впереди церкви, поднимаем свои руки и чувствуем его благоволение, милость. И это один вид поклонения, и мне нравится, и у нас всех это было. Бог показал мне еще один вид поклонения. Самый святой вид поклонения, когда мы приходим к Иисусу, с всеми теми вещами, которые мы ненавидим, когда мы приходим к Иисусу, с самыми мерзостными вещами, с самыми ненавистными вещами, с самыми того, чего мы стыдимся, и о чем мы не говорили другим людям. И мы приносим это Ему, и Иисус берет это, и это становится поклонением для Него. Он не видел, что эта женщина пришла к Иисусу, и не указывал на нее пальцем, ты блудница, что ты здесь делаешь? Он просто открыл свое сердце, и она смогла прийти к Нему. Для Него это было поклонение. Это самая высшая форма поклонения, которую Он мог принять от нее. Все, что она могла принести, это было своей сокрушении. Она принесла свое сокрушение, пустоту, свое прошлое, свои секреты, стыд, утерю, и это было поклонением. Еще одно я хочу показать, и потом просим Бога прийти. Я много говорила о стыде. В 39 стихе виден дух стыда, который говорил Адаму и Еве, когда они были наги и не стыдились. Это отпечаток сексуальности. в браке Бог предназначил, что они наги и они не стыдятся. когда Он благословляет эту интимность. Это единственный раз, когда Он благословляет его, потому что Он понимает сердце дочери, и Он создал дочь для этой безопасности. И сексуальный опыт за пределами этого создает стыд. И вы можете почувствовать дух стыда. стыд это дух, подобный осуждению. Стыд лжет вам по отношению чувств Бога к вам. Также лжет вам, как другие люди смотрят на вас. И лжет вам, как вы сами на себя смотрите. Это как заменитель. Все это изменяет вокруг вас. Вот дух стыда. Это дух тихий. Он сидит на вашем плече, и он шепчет вам. В 39-м стихе видя это фарисей, пригласивший его, предсказал сам себе. Он увидел женщину, он увидел женщину, когда увидел ее, он сказал сам себе. И это было тихо, тихо в себе. Почувствуйте эту ненависть, этот осуждение, этот упрек. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. И вы видите осуждение, ненависть, упрек, суд, это дух стыда. Я видел, как стыд берет дочерь в церкви и превращает ее в рабыню, которая трудно трудится сильно, усердно, для того, чтобы справиться с прошлым, потому что она не уверена окончательно, простил ли ее Бог. Самые великие труженики в церкви это дочери рабыни, и также сыновья рабы. И у Бога есть слово к вам. Я пришел за сыновьями и дочерями. Я не пришел за рабами. и вы можете делать, вы не можете все делать, вы ничего не можете сделать, чтобы компенсировать ваш грех. Даже все сексуальные грехи. Вот для чего мой крест. И вот для чего моя кровь. Я купил тебя. Что мы хотим сделать? Пару минут мы раздадим кусочки бумаги. Я хочу, чтобы каждый из вас ожидал Господа о том, что мы говорили в рамках сексуальности, в отношении к сексуальности, и чтобы вы сделали свой алавастровый листочек. Сделайте свой собственный алавастровый сосуд. И вот алавастровые листочки. Напишите свое имя на листочке, и запишите свой стыд. Запишите свой грех. Запишите то, о чем шепочет вам дьявол каждый день. Некоторым из вас каждый день дьявол говорит вам, напоминает, некоторые из вас воспоминания каждый день возвращаются. Эти воспоминания снова возвращаются. Воспоминания, эти образы. И мы хотим пару минут. Вы не обязаны это делать, мы не заставляем вас. Я верю, что это путь к свободе. Возможно, некоторые из вас скажут, пастор Джим, я полностью свободен, все, о чем ты учил, ничего нового мне не дало, все, я решил все проблемы. Я говорю, Господь, пускай благословляет вас. Я не создаю какие-то искусственные отклики от вас, но вы просто не лгите себе. Если существует небольшое темное облако, которое следует за вами, которое обвиняет вас, осуждает вас, если существует стыд, стыд за 30-летней давности события, 3-летней давности, если есть новый стыд какой-то, текулемый из-за какого-то стекущего и из-за текущего стрима.